В минувшие выходные на льду хоккейного корта «Кристалл» встретились команды ветеранов городов Лабытнанги и Салихард. Встреча проходила в рамках Кубка Содружества. Кому же в итоге удалось пополнить победную копилку, расскажет Максим Швец. Традиционное приветствие команд. Сбрасывание шайбы из первых минут игроки начали активную борьбу. Спортсмены из окружной столицы чаще прорывались на территорию соперников и пытались меткими бросками отправить шайбу в ворота наших хоккеистов. Одна из них все же достигла своей цели на четвертой минуте первого периода. Спустя несколько минут уже вторая шайба закатилась в ворота лабытнанской команды. Нашим игрокам ничего не оставалось, как уйти в оборону и не допустить увеличения счета. Пока хоккеисты выкладывались на льду, их всячески поддерживали болельщики на трибунах. Конечно, увлекательно очень. Болеем за папу. Сразу говорим, да? Глеб тоже ходит на тренировку, поэтому очень интересно посмотреть, как игра идет. Атмосфера очень накалена. Я болею очень за свою команду. И дружески отношусь к команде лабытнанги. Потому что у нас постоянно соревнования у меня. Плачисты точно так же играют в хоккей. Так же вратарь, как и супруг, сейчас защищает ворота. Поэтому мы постоянно, я постоянно болельщик. Люблю болеть за любой спорт, неважно, ведь наши же играют. Это самое главное. А какой спорт, это дело второе. С южной части округа не всегда приезжают команды. А вот так вот, пользуясь случаем, в воскресный, ну выходной день, ну как не поболеть, ну как не поиграть. Конечно же надо это все делать. Желаем удачи вот нашим. А удача лабытнанским хоккеистам действительно была необходима. Ведь на протяжении оставшегося времени первого периода шайба преимущественно находилась на площадке наших игроков. Лишь за несколько секунд до перерыва метким броском Валерий Велоусов сократил разрыв в счете. Гол в раздевалку, конечно, сейчас может быть и расстроит команду противника. Ну на самом деле у нас все-таки лед 4 месяца максимум, а там почти 8 месяцев, 7. И команда слаженная, они ветераны, у них ветеранов больше, играют тренера и нелегко пока. По итогам трех периодов эта шайба оказалась единственной, которую удалось забить лабытнанским игрокам. После финального свистка счет на табло 6-1. На следующий день команды вновь встретились, только уже в окружной столице. Но и в этой игре удача была на стороне хозяев поля. Салехардцы выиграли со счетом 7-2. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».